Высоко сижу, далеко гляжу. Сотрудники ГИБДД по Чувашии регулярно проводят рейды по выявлению нарушений. При этом в ход идут высокие технологии в прямом и переносном смысле. Дополнительными глазами сотрудников ДПС стал квадрокоптер. Сегодня рейд с его использованием прошел на трассе Чубаксары-Сурская. Удалось ли кого-то задержать и какие нарушения выявили в репортаже Анны Центовской? С высоты птичьего полета нарушения правил дорожного движения как на ладони. Скрытый патруль внимательно следит за видеотрансляцией с квадрокоптера. И чуть что, сразу в путь. Первым нарушителем стал водитель «Синий лады». Говорит, торопился, не успевал к нужному времени. Выехал навстречу, чтобы обогнать медленную «Газель». И был пойман с поличным. С нарушением вы согласны? Ну, чисто случайно получилось, да. Нарушение скоростного режима и обгон на трассе Чубаксары-Сурская, как выяснилось, не редкость. Второй нарушитель тоже торопился. И тоже не доехал вовремя. Сотрудники ГИБДД поймали его на скорости 86 км в час. Комментировать нарушения мужчина отказался. А давно водите? А какую школу заканчивали? Не учился. Не учился? Самоучка? А права как вы учили? Я не буду развивались. А пока нарушитель отворачивается от камер, законопослушный водитель только догадывается, в чем причина обгона. Белая машина обогнала. И вы, наверное, поэтому думаю, что слабый ездит. Но не отказался говорить третий обгонщик. Дедушка, который вез в деревню семена картофеля и саженца деревьев, показался нарушителю слишком медленным. Сценарий уже знакомый. Обгон, пересечение сплошной. Я нарушаю. Я старался не нарушать. Но там он впереди ездит, дерево везет. Еле-еле я его... Он прижался, я его объехал и все. Я ничего такого особо не нарушал. Всего за полтора часа рейда остановили трех нарушителей. Каждому штраф 5000 рублей. Они же привыкли. А, экипаж стоит? Ага, не нарушаем. Экипажа нет? Нарушаем. Если у него первичные нарушения, по данной статье, то есть 12-15 час 4, Куаберев, будет либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительского суда на 4 до 6 месяцев. Но если он повторно попадет в течение одного года, то автоматические лишения на один год. Только за 5 месяцев 22-го года в Чувашии зафиксированы 333 аварии с пострадавшими, в которых погибли 35 человек. Место проведения сегодняшнего рейда было выбрано не случайно. Последнее дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в мае месяце, буквально недалеко от этого участка произошло, у нас произошла автомашина Chevrolet Lachete, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомашиной Chevrolet Nive. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, женщина, скончалась на месте происшествия. Оба водителя и в том числе ребенок, который находился в автокресле, получили различные травмы. Такие мероприятия необходимы, отмечают в ГИБДД Чувашии. В первую очередь для того, чтобы предотвратить такие ужасные аварии. Анна Центовская, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика.